Опять-таки эти пришли и говорят, выходите. Вот я этот момент-то не знала же и вышла в коридор. И так получилось 3 или 4 раза. Да подожди ты, что ты там? Ты представляешь, это вообще жесть. Тебя-то, это вот, я даже не могу слов сейчас найти. Это вообще, это прецедент. Судья просто-напросто, получается, издевалась. Да она не издевалась, она тебя учила. А ты берешь и уходишь. Останови свой пулемет Гатлинга. Что вас научил эти пулеметы Гатлинга включать-то? Ну а как они тебя вынудили зайти? Уговорили просто? Так вот, почти никогда не считается. Ты сама зашла. Уболтали, как говорится. Женщины в черной мантии первые. Прошу, сразу начинают командовать. Я говорю, а вы кто? То есть они считают, что вот они одели черную мантию и все. Это вот 100% доказательство, абсолютное, неопровержимое доказательство, что они являются судьями. Ты представляешь, какой абсурд происходит? А, тебя опять развели. Ты тоже покинула корабль. Она отказалась от командования. Вот ты там была главнокомандующая. А тебя пристав просто уболтал выйти. И ты вышла сама, добровольно, без принуждения. Так а что ты дома-то не потренировалась? Ничего страшного, в следующий раз правильно сделаешь. Все ошибаются. Все с нуля начинается. Кто первый зашел? Она или ты? Даже на плоту действует правило. Она была железобетонная. Последним корабль покидает капитан. Кто из зала последний вышел? Я. Опять этот корабль утопили и пошли искать новый корабль. И отказывалась от роли капитана. Не хотела командовать своей персоной. Сколько, 3-4 раза вы так выходили, заходили. Бегали друг за другом называется. Это что за спектакль вообще? Продолжение будет, нет? Да ты не думай о том, что ты оплошалась. Ты думай, как лучше сделать в следующий раз. Надо было руководить процессом, а не подчиняться ей, как капитану. Подобиделась на свои же ошибки. Вот на таких элементарных вещах они всех нас разводят. Неужели вы этого не видите? Трудно доносить до вас информацию. Что у меня ощущение, что мне нельзя уходить. Голос пристава громче, чем голос твоей совести. Теперь ты знаешь, как правильно делать. Радуйся этому. Самотай на уст. Не печаль, а радость. Добрый день. Двойной человеку, мужчине, хозяину имени Антон. Привет, привет. Человек-женщина, Людмила. Миля. Я вам звонила в прошлый раз. Рассказывала, как пришла и отменили у меня суд. Нет, у меня не получилось видео. Вообще ни одного видео не сохранилось. Хотела послать. И вчера тоже самое. Все надеялась на технику, на свое. Ничего не получилось. Во-первых, мне запретили снимать. Потому что моя ошибка была в том, что я волеизъявления на видео и аудио заранее не подала. Надо было заранее до суда подать. Ну а в день суда они такие действительно говорили через почту только. Вот это была моя ошибка. Удивительно было то, когда суд начался, они меня... Ну у вас там в видео, например, судья выходит из другого кабинета. А у нас судья заходит по коридору и вот открывается судебный зал, и там никого нету. И они меня... Сначала заходите вы. Я говорю, нет, я только после судьи есть. У нас не так принято. Судебные приставы заставляют. Второй у меня заставляет первый заходить. Я говорю, только после судьи есть. Но они заставили, заставили. Я говорю, вы берете на себя ответственность. Под вашу ответственность я захожу. Вот так я зашла. А? Под принуждением сказала. Ну, сказала под вашу ответственность. Нет. Под принуждением... Нет. Ответственность это ответственность, а принуждение это принуждение. Я тебе вопрос задал. Под принуждением сказала... Под принуждением нет, не было такого сказанного. Ну почему не сказала, если тебя принудили? В общем, начинается суд... Ты на вопрос не ответила. М? Ты на вопрос не ответила. Не сказала, значит забыла. Тебя подожди, подожди. Алло. Да, да. Останови свой пулемет Гатлинга. Сколько можно, блин? Я понимаю, что тебе охота выговорить это все. Он к тебе физическую силу применял? Физическую силу не применяли. Ну а как они тебя вынудили зайти? Уговорили просто? Просто и судебный пристав стоял. Почти хотели взять за руки. Так вот почти никогда не считается. Ты сама зашла. Получается так, сама зашла. Они тебя уболтали, как говорится. Надо было улыбаться и стоять, и говорить. Прошу, прошу, вы первый. Кто там, судья был, женщина или кто? Женщина. Ну вот, надо было еще и так приколоться, типа женщины в черной мантии первые. Прошу. Ну, дальше что было? Ну, дальше судья сразу стала вести дело. Я говорю, подождите, подождите. 16 числа еще было мною позднее заявление о том, что вы должны представить 19 документов. Я не уверена, что вы судья именно такая-то. Вы судья? Я ей задаю вопрос. Она говорит, а что, вы не видите? Тут кто командует? Вы или я? Она мне вопрос задает. Я молчу. Я говорю, вы мне докажите, что вы судья. Ну как? Ты что, не видишь черную мантию, подожди? Ты что, не видишь черную мантию, что ли? Вижу. Ну, вот они все, вот у них, 90% вот у этих так называемых судей в голове, вот сколько я с ними не сталкивался, и в коридорах, и в кабинетах. Они сразу выскакивают такие, типа, что-то, сразу начинают командовать. Я говорю, а вы кто? И сразу идет вопрос, а вы что, не видите? То есть они считают, что вот они надели черную мантию, и все. Это признак, это вот стопроцентное доказательство, абсолютное, неопровержимое доказательство, что они являются судьями. Ты представляешь, какой абсурд происходит? Это все равно, что вот Деда Мороза увидите, а он скажет, а ты что, не видишь, что я делаю? Увидеть Деда Мороза, и спросить его, а вы кто? А он скажет, а ты что, не видишь, что ли? Со мной та же самая ситуация. Кто тут командует? Я или вы? Вы куда пришли? Вы пришли на суд, значит, я тут командую. Вот она мне что-то заявляет. Вот, ладно, я на основании, то, чтобы мне документы не предоставили, я заявляю отвод. Правда, отвод был тоже в ушной форме. Зря, письменно надо было подавать. Так, у меня готовы были, но раз они не приняли, ну, в тот день... В смысле, я заранее не подала отвод. А почему не подала? Наверное, заранее. А? А почему не подала? В тот день они не принимали, а заранее, пока она не показывала... А почему во время судебного заседания не подала письменно? Во время судебного... Я, может, и подала, я не помню. Потому что отвод был готов. В смысле готов? Распечатан? Ну, письменный... Письменный... Да, да, да. Письменный отвод был готов. Ну, так надо было его зачитать и тут же подать письменно. И вот она мне, она заявляет... Подожди, подожди. Ты зачитала отвод? Или так, на словах заявила? Ну, получается, на словах заявила. Ничего на словах никогда не заявляй. Зачитала с бумаги, отдала бумагу, все. Вот она мне говорит, раз вы заявили отвод, значит, суд удаляется на решение, как они там называют, в общем, короче, на решение отвод удовлетворить или нет. Ну, в общем, удалился на 20 минут, больше получилось, 30. А я перед тем, как она ушла, там судебные приставы были, я говорю, вы заметили, что судья ушла с корабля? Я говорю, так как я здесь, человек, живая женщина, являюсь единственным высшим сувереном, объявляю судебное заседание закрытым. Ну, закрытым-то закрытым, они мне говорят, раз судья ушла, значит, и вы выходите отсюда. Ну, я вышла и стояла в коридоре. А, тебя опять развели. Ты тоже покинула корабль. Я не должна была уйти, да? Ну, а с чего ты? Вот я не выходил специально, и никто меня не мог выгнать. Ну, вот этот момент тоже интересный. Ты вот, когда она уходит, она, по сути, отказывается вот от этого, как она вначале сказала, я тут командую. Она отказалась от командования. Она передала судно тому, кто следующий по званию, как говорится. Ну, естественно, это не пристав, а ты. Вот ты там была главнокомандующая. А тебя пристав просто уболтал выйти. То есть тоже уговорил тебя отказаться от этого командования. И ты вышла сама, добровольно, без принуждения. Вот, 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 вот. Ну, так а что у тебя ни аудио, ни видео не записалось? Ничего не записалось. Во-первых, они меня не разрешили. А с другой стороны, хотя бы там кусочек, и все равно у меня техника подвела. Так а что ты дома-то не потренировалась? Потренировалась, кажется, все. Ну, я ж не могу, я уже не буду часами там снимать дома. А почему нет? Ну, минуту две сняла, все снимается, все сократилось. А потом вижу, что ничего нет. А вот как раз-таки дома и надо тренироваться. На часа 3, 4, 5 зарядил. Сначала на минуту зарядил, потом на 5, потом на 10, потом на полчаса, потом на 2, потом на 5. И убедился, что оно все работает, все пишется. А где ты будешь тренироваться? Там, в зале, сюда, что ли? Я подумала, что все у меня нормально. Да, вот именно, что вы все подумали, что у вас все нормально. Из зала вышло, это, никто тебя не придуждал, сама зашла, ничего не записала. Вот так ты подумала, называется. Ну, и что дальше? Теперь, теперь хочу у меня вопрос. Вот, если б я не вышла из зала, там же должна была ждать судье, да? Не называй ее судьей. Ну, почему вы их сами судьями-то называете-то постоянно? Лицо в черной манте, лицо в черной манте. Ну. Там я должна была ее ждать. Да не должна была, а я тебе, ты сама должна решать, что тебе должна была, а что нет. Я тебе разъяснил, что ты сделала. А что делать надо, ты сама должна решать. Алло. Ну, бывает же, что мы неправильно решаем, хоть сами. Ну, бывает, ну, ничего страшного, в следующий раз правильно сделаешь. Все ошибаются. Я в том числе. Это свойственно человеку. Ну, просто надо соображать, что ты делаешь. Ты вот сама это все сделала. Я не знаю, я об этом говорил в своих видео. Ты и видео, видать, не смотрела. А если смотрела, то прослушала мимо ушей. Смотрела, да, прослушала. Ну, все смотрят, все ни хрена не видят, все ни хрена не слышат. Бегут, ура, с песней. Потом мне звонят, жалуются. Вот, они там беспределят. Так где же беспредел, если я вам все это разъяснял, а вы ничего сами не услышали. Ну, вышла ты, и что дальше? Вышла. Потом она принесла определение, что отвод отменяется. Судья решила дальше продолжить судебное разбирательство. Я говорю, подождите, подождите. У меня к суду есть три вопроса. Я говорю, имеет ли право суд судить живого человека? Ну, это я три раза повторила. Старый вопрос, имеет ли право... Подожди, подожди, подожди. Когда ты вышла, дальше вот все с нуля начинается. Кто первый зашел, она или ты? Я заставила ее зайти, она зашла. Это во второй раз, да? Я говорю, я только пас. А? Во второй раз она зашла. Я? Да. Ну, а ты, прежде чем зайти во второй раз, говорила о сохранении всех прав и свобод? Да. Да. Сохранение всех прав и свобод. Вы меня приглашаете? Я говорю, сохранение всех прав и свобод. Я зашла, так. Ну, получается, второй... Подожди, получается, второй раз все правильно зашло. Ну, это тебя не спасает от того, что ты в первый раз, у тебя там, по сути, был статус это, проникновение на чужую территорию. Ну, и первое, она зачитала определение, что отменяется от вот... Вот, и решила дальше пойти, я тут остановила. Я говорю, подождите, у меня с тобой есть три вопроса. Ну, первый вопрос, я зачитала, имею ли право. Второй вопрос, есть ли у судьи? Ну, ты мне это, зачем это все зачитываешь? Я это все знаю. Сказала три вопроса, и все, дальше что произошло? И третий вопрос, и что-то она хотела сказать, а я говорю, вы знаете, я человек, женщина, и между мной и творцом нет потребников. Ну. Ну, что дальше, она, что она, какие-либо у вас податайства эти есть, у меня есть, я говорю, как у человека были изъявления. Ну, вот как раз на аудио, видео я подала, и на то, что суд должны приглашать студентов. А как ты подала? В личном виде. Что? В личном виде на стол положила. Ты их зачитала? Нет. Ну, почему вы опять ничего не слышите? Опять все по-своему делаете. Любую бумагу, прежде чем подать, ее зачитать надо, а потом подать, если в судебное заседание. А если заранее, то ее вообще не надо читать. Она заранее подана. Угу. А ты даешь, и что, там, там, там хоть это, аудио- или видеопротокол велся, нет? Секретарь был? Ничего не велся. Какое дело было? Дело по статье 20.6.1. Административное правонарушение, введение аудио-видеопротокола не предусмотрено. Да, да, вот этим она и, да, говорила, что не предусмотрено. Ну, вот надо было свой писать. Ну, и что ты письменный, по поводу письменного, и это, введение аудио-видеопротокола, ты подала? Она что, отклонила? Она выходила в совещательную комнату? Она подала, она опять взяла и опять пошла на определение. Пошла на определение, я опять осталась, второй раз повторила, что судья покинула, что я единственная, там, это, высшая суверия. Ну, опять, опять-таки эти пришли и говорят, выходите. Вот я этот момент-то не знала же и вышла в коридор. И так получила три или четыре раза. Да подожди ты, что ты там? Ты представляешь, как это вообще жесть? Тебя-то, это вот, я даже не смогу слов сейчас найти, это вообще, это прецедент. Это карусель называется, понимаешь? Как это называется? Ходьба по кругу, вот она, вот реально, там, наверное, заблудилась. Ты вроде вот... Заблудилась-то я, судья просто-напросто, получается, издевалась. Да она не издевалась, она тебя учила. А до тебя никак не доходило, что ты, раз осталось единственное помещение, ты хозяйка. А ты берешь и уходишь. Ты запомни, вот главное правило морского права, это право, на море, вообще на воде, там, на реке, на любой шлюпке, на любой лодочке маленькой даже, даже на плоту действует правило. Да, железобетонное. Да, последним корабль покидает капитан. Кто из зала последний вышел? Я. Вот тебе ответ. Капитан покинул корабль. Вот он, этот, черная мантия, выходит из зала, ты заявляешь, капитан покинул корабль. Так где он покинул? Так получается, не она была капитаном, а ты была капитаном, потому что ты последняя вышла. А вот если капитан остался на судне, то он действительно капитан. Судно не утонуло. Судно еще на плаву и может действовать. А так как ты покинула судно, то вы опять этот корабль утопили и пошли искать новый корабль. И опять у вас все заново, заново, у вас каждый раз новый суд открывался. Потому что ты каждый раз топила свое судно и отказывалась от роли капитана. Не хотела командовать своей персоной. И ей приходилось возвращаться и опять играть роль попечителя твоей персоны. И учить тебя, учить, учить. А ты все никак не могла догнать, что нельзя выходить из зала. Ясно? Ну ты не слушаешь, что у меня такой тон образовался. Это у меня прям такой... Нет, нет, нет. Это хороший тон. Все правильно, потому что в следующий раз вот этого я не допущу. Ну и что дальше? Получается, сколько? Три-четыре раза вы так выходили, заходили? Бегали друг за другом, называется. Да, да. Что дальше? Видео, аудио... Подожди, я тебе просто поясню на образах. Вот сценка эта, люди заходят, хотят увидеть шикарный спектакль. А на сцену выходит вот Присов, Черной Мантии и ты. И вот что это? И там типа сценка такое, судно, декорации судна. И вы заходите такие, ты, главное, первый заходишь, типа захватило судно. А тут приходит хозяин и говорит, ах ты такая раз такая, пришла тут еще и пытаешься командовать. Ну ты типа, а что вы меня тут обвиняете? Я тут это, суверен там человек и вообще между мной и Творцом нет посредников. Сверху включается прожектор, до тебя льется свет, типа это, типа ты под защитой света. Ну ей больше делать нечего. Она берет штурвал, отдает тебе и уходит. А тебе Присов говорит, а что вы взяли штурвал? Бросьте его и выйдите с судна. И ты буквально бросаешь штурвал на пол и выходишь. Все, антракт объявляется. Люди, все зрители выходят, гуляют там, приходят. И бац, опять то же самое повторяется. Один в один. И так три-четыре раза. Это что за спектакль вообще? Продолжение будет, нет? Учимся. Как это называется? Пластинку заела? Заела. Ну рассказывай, рассказывай, что дальше? Ну дальше, дальше что? Дальше выносит решение, что свидетелей не вызывать. Это не надо, без этого все можно решить. И дальше выносит она определение, что так как я являюсь пенсионером, то мне только предупреждение. То есть штрафа как такового нету. Что в течение трех дней она мне вышлет письменно. Я говорю, можно мне сейчас... Подожди, подожди, подожди. Кто вас научил эти пулеметы гатлинга включать-то, я не понимаю. Откуда у вас эта привычка? Она определит... Вы спрашиваете, мы отвечаем. Чего? Вы спрашиваете, мы отвечаем. Так спрашивать нужно, в смысле, отвечать нужно по делу. А когда я тебе хочу уточняющий вопрос задать, надо остановиться. Потому что идет аудиозапись, потому что невозможно вычленить два звука друг из друга. Невозможно. И когда звук друг на друга накладывается, это невозможно слушать. Когда до вас дойдет это? И вообще, в принципе, нельзя говорить, когда другой говорит. Я вот себя останавливаю, а у вас почему-то не получается. Определение об этом, о ведении видео и аудиопротокола подавала. Она что, вынесла это решение? Она, да, вынесла. Отказать или принять? Отказать. Потому что не предусмотрено, вот как раз, как вы сказали, 20.6.1. Административное правонарушение. Ну, это аудио. А ты, это, как волеизвеление на ведение видеосъемки подавала? Я же говорю, только в устном виде. Ну, вот в этом твоя ошибка. Письменно подала, но она взяла только один экземпляр, потому что вы подали в процессе суда. И что, она должна была тут же определение вынести? Ну, вот вынесла такое определение. Какое? Отказать в ведении видеосъемки? Да, да. А ты вот эти волеизвеления все с копом подавала или по одному? Аудио и видео с копом, и плюс еще потом свидетели вызвать. Ну, вот зря. Надо всегда подавать волеизвеления по одной штучке. Достаешь бумажку, номер один. Зачитала, подала. Ждешь, пока она уйдет в совещательную комнату. И прям говоришь ей, вы обязаны удалиться в совещательную комнату. Вот когда она выйдет и вынесет определение по данной бумажке, тогда только следующую можешь доставать. Нельзя все сразу. Опять у вас пулемет Гатлинга. Все, выстрелила, все подала и все. Иди решай. Да, ну я, как сказать, я знаю, что я много оплошала. Но, с другой стороны, оправдываю себя то, что у меня вот первый такой шут. Да ты не думай о том, что ты оплошалась. Ты думай, как лучше сделать в следующий раз. Да, в следующий раз сделаю. Мотай на уст. А не разбирай свои, а не переживай за свои ошибки. Ну вот, получается, она везде, если, короче, тебе сейчас нужно, все ясно, это предупреждение вынесло, устное замечание так называемое. Ну, все логично, потому что ты вроде как заявилась, что между тобой и Творцом нету посредников. А ты волеизъявления подавала о том, что ты... Я хочу, чтобы постановление, ну, дело было прекращено. Такое волеизъявление подавала? Я как раз положила на стол, что хочу прекращено, но она это не взяла. А вообще не взяла. Как ты не взяла? Сказала, это мне не надо, потому что это определение, что вы хотите, типа того, что в следующий раз будет суд. Я говорю, вы хотите сказать, что еще раз будет суд? Так как она ни свидетелей не вызвала, ничего. Она говорит, ну, как-то что-то она сказала такое, непонятно было. Но на самом деле она не взяла, что я, да, хочу, чтобы дело было прекращено за отсутствием состава преступления в отношении персоны... Правонарушения. Ну да. Ну, а ты сказала преступление. А, ну да. Правонарушение. Так вот, это самое главное волеизъявление. Его надо было вообще заранее подать. Надо было руководить процессом, а не подчиняться ей, как капитану. Вот цирк, вот реально. Ты заходишь, говоришь, я тут главная, а ведешь себя, как подчиненная. Так, ну, получается, ты свою волю только на словах заявила, правильно? Ты говорила, что ты хочешь? Да, 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 да. Нет, ты, подожди, ты дословно, как ты сказала? Что я хочу, чтобы было прекращено дело? Или ты говорила про волеизъявления, что у меня тут волеизъявления есть о прекращении дела? Я сказала, что у меня тут волеизъявления о прекращении дела. Так как административное правонарушение не доказано. Ну и все. Ты не заявила свою волю. Ты не сказала главные слова. Я хочу, чтобы было дело прекращено. Ты вот эту главную фразу не сказала. Ты свою волю не проявила. Ты сказала, что у тебя есть воля. Она вот, она на бумаге лежит. Но ты не сказала. И письменно не подала. Ну, ты пыталась подать, но она же тебе откладила. То есть она даже не прочитала. Ты ее не заставила прочитать. Ты не заставила ее в руки взять. Надо было подойти и положить на стол. Все. Вот, кладу. Если вы не исполните эту волю, вы нарушите мою волю. И будете отвечать перед Творцом. Ясно? Ясно. Ну, а то, что она тебе там это... Везде все поотклоняла. Так это подавай апелляцию. Причем первый шаг у тебя это ознакомиться с материалами дела. Все сфоткать от корочки до корочки. Там, скорее всего, будут вот эти постановления об отказе в удовлетворении. Введение в видеосъемке. Так вот, когда она... Если там будет постановление об отказе введения в видеосъемке, то, получается, она лично заинтересована. Вот только на этом основании можно это отменить, данное решение. Но, опять же, у тебя доказывать нечем. Вот если там этого всего не будет, ты ничего не докажешь. Потому что у тебя ни аудио, ни видео нет. Ну, да. Ты что, не могла 2-3 телефона взять? На одном аудио включить? На втором видео вместе с аудио? На каждом телефоне? Я запрещаю, и судебные приставы тоже запрещали. Они не имеют права... Стой, стой. Они не имеют права запрещать аудио. Про это тебе вообще даже никто не говорил. Они тебе говорили про видео. А у тебя даже аудио нету. Ты аудиопротокол вела? Нет. Ну? А что ты мне тогда говоришь? Я тебе говорю, что ты заходишь с тремя телефонами, и на каждом пишется аудио. Угу. Ты видела, как я заходил? У меня было 2 телефона. На каждом и аудио, и видео. Выставил сразу, и все. И оно стоит и снимает. Все, я забыл про них. Поставил на треноги. Направил на себя и на нее. Все, дальше, да-да, вот теперь давайте разговаривать. До начала разговора все это делается. Угу. Ну что, угу, угу. Все смотрят, на видео же все показано. Вы все смотрите, ни хрена не видите. Вообще ничего не видите. Для кого видео снимаю, я не понимаю. Ну, теперь буду знать, но у меня опять вопрос. Да теперь буду знать, ты просто видео пересмотри заново. И осознай это все, потому что вы смотрите, ни хрена не видите. Неосознанно смотрите. Вот сейчас я тебя отчитал, вот сейчас у тебя что-то там, гордыня там какая-то это, что-то у тебя там внутри эго какое-то заиграло, что ты немножко подобиделась на свои же ошибки. Вот у тебя что-то там сыграло, так вот используй этот момент. Дмитрий, заставь себя осознанно немножко хотя бы посмотреть это видео. Пересмотри его. Сделай самостоятельный разбор полетов. Это слушаю, ты там что-то хотела сказать. Хотела сказать, вот что интересно, МВД, вот когда я дело смотрела, ознакомилась с этими, с делом в суде, то там не было листка, где вот в марте месяце якобы меня забирали. Ну это действительно было так, что меня забирали. Я тоже отказывалась, но не по масочному делу, совсем по другому делу. Вот. А этот документ сейчас пришили, появился этот документ там. Судья, судья зачитала в конце. Вот. Но я не стала возразить, думаю, все впереди, я все ознакомлюсь и опровержение напишу, уже и жалобу на МВД, на полицейских. Потому что полицейские еще там добавили, якобы приезжали ко мне меня забирать, вот когда масочный день, ну, 13-го часа. Да, подожди, 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 ясно, поясняю. Если ты вдруг в ходе заседания, если ты знакомился с материалами дела, а потом в ходе заседания выясняется, что в деле появился новый какой-то неизвестный документ, то прям тут же это все останавливаешь и говоришь, что так как в материалах дела появились новые документы, которые мне не знакомы, и я их не видел, я хочу, чтобы, это, я хочу ознакомиться с материалами дела и перенести заседание на более поздний срок. Потому что меня с полным, это, с данным документом я не ознакомлено. Но опять же, это по аудио надо как минимум делать. Ты потом как докажешь в апелляции, что ты это все за это говорила? Вот так, вот так, вот так, вот на таких элементарных вещах они на всех нас разводят. Неужели вы этого не видите? Видеть-то видим, а как вот поступить в данной ситуации, теряемся. Так а что теряться, если я и на видео показывал, и на аудио рассказывал? Ну все, вам на блюдечке преподнес, вот, смотрите, разъяснил, пояснил, рассказал, сейчас рассказал, всем каждый день, вот, по 20 звонков, всем постоянно разъясняю, рассказываю. Все равно звонят, говорят, ничего не понятно, ничего не видел, ничего не слышал, и все равно сделал хрен знает как, и не знаю, почему так сделал. Хотя все смотрел, все слушал. Трудно доносить до вас информацию? Трудно вам и трудно нам, потому что действительно мы или невнимательные, не учимся. Трудно мне было, потому что у меня никто этому не учил. У меня были консультанты, но консультанты вот именно по законодательству РФ. Что и как нужно делать? А вообще, что происходит в суде? Я уже сам смекал. Вот эту всю обстановку, вот этот весь опыт я сам приобрел. Вот это все сам наблюдал, долго смотрел, наблюдал. У меня там внутри все откладывалось, откладывалось. А потом картина, когда сложилась целая, все, я попер. Я теперь знаю, что делать. И вам это все на блюдечке преподношу. Вот, смотрите, пожалуйста. Что ты там замолчала так? Так вы вопросы не задаете, то ли начинать, то ли нет. Так это ты вопросы не задаешь. Ты мне позвонила, а не я тебе. У меня все равно вот такой вопрос возникает. Я понимаю, что я видео должна смотреть. Если я там остаюсь, в зале суда, судья уходит на вынесение определения, никто меня не может выгнать. Я дожидаюсь судью и дальше продолжаем. Правильно я рассуждаю? Ты видео со второго заседания моего видела? Я не знаю, второе или третье, но я, да, именно вот это как раз с вашим участием я и смотрела. А, не-не-не, это с первого, с первого. На первом заседании, после первого ее ухода, я никуда не выходил. Мы там минут 20 или 30 даже сидели и разговаривали со слушателем. Они сидели, точнее, я стоял. Я не садился ни разу. Ты вот этого не видела, что ли? Видела. То, что у вас женщина была и мужчина там. Это все, что ты увидела, что там была женщина и мужчина? Нет, нет, но вы, да, стояли, вы разговаривали, никуда не выходили, да. Ну, а что тогда вопросы задаешь? Ты не просто посмотри, ты послушай, что я говорю там после ее ухода. Хорошо. Я там конкретно говорил, что у меня ощущение, что мне нельзя уходить. Я себя слушаю внутри, что мне совесть говорит. Ну, я тоже вчера, например, понимала, что они меня выгоняют, что-то тут не так. А, видите, остановиться, остаться. Ну, вот видишь, тебе тоже совесть подсказывала. Ты куда пошла, зачем? А ты нет, вот пристав сказал, вот получается у тебя пристав выше, чем твоя, чем громче, чем это, голос пристава громче, чем голос твоей совести. Получается, приставы все знают. Да, они могут и не знать. Их просто, у них есть четкие инструкции. Их, скорее всего, вот эти черные мантии их инструктируют. После того, как я выйду, выгоняй всех из зала. Все принял. Они же им ничего не поясняют. Они могут и не догадываться. Ему сказали, он сделал все. Исполнитель. Так, теперь у меня она вынесла определение, предупреждение, что в течение трех дней через почту я получу вот это определение. И я в течение десяти дней могу обжаловать в республиканский суд. Ну, апелляцию подать. Ее решение. Ну. Подать апелляцию. Ну, вот этим я вас. Пользуюсь. Ну, конечно, суд будет, может, мне сюда же, может, пошлет обратно. Ты не знаешь, как апелляция происходит? Вообще, ну, как сказать, в советское время сталкивалась, подаешь жалобу, и обратно приходят, и в первой же инстанции проводят тот же суд. Там есть несколько вариантов, в зависимости от того, что ты в воле изъявишь. Апелляцию надо подавать опять же со словами. Я хочу, чтобы подальше варианты, либо дело было отменено, решение первой инстанции было отменено полностью, в полном объеме. Либо ты хочешь, чтобы решение это, и все, точка. Либо ты хочешь, чтобы оно было отменено и отправлено на новое рассмотрение. Опять же, обратно в первую инстанцию, чтобы еще раз этот урок пройти. Ну, буду изучать про апелляцию. Первое, что тебе нужно сделать, это ознакомиться с материалами дела. Олег? Да, я слышу, слышу. Входящий звонок новый был. Знакомиться с материалами дела, потом подготовить апелляцию. Второе, это получить решение, а третье, это подготовить апелляцию. Подготовить второе, подготовить апелляцию, потом получить опять решение? Первое, ознакомиться с материалами дела. Второе, получить решение. Третье, подготовить апелляцию. Ну что, все у тебя, все вопросы? Да Могу разместить Да, 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 благодарствую Это урок всем, наверное, на моих ошибках Ну очередной, надеюсь, впрок кому-то хоть пойдет-то Благодарствую вам Я тебе еще раз говорю, перестань переживать Наоборот, радуйся, что ты у тебя, как тебе сказать Что тебе повезло, что ты узнала, где ты совершила эти ошибки Где ты неправильно сделала Теперь ты знаешь, как правильно делать, радуйся этому Замени вот это, откажись от этого чувства сожаления И переключись на чувство радости Ощущение радости Ты меня услышала? Я услышала, все равно это переключится очень Ну хоть засмеялась Ну хоть засмеялась Переживаю Переживаю Да не надо переживать, переключи свое вот это переживание в сторону радости Хорошо Как говорится, мотай на ус не печаль, а радость Ладно тогда, всего доброго Благодарствую И тебе благодарствую Очень хороший урок, хороший урок вчерашний Хорошее сегодня объяснение от вас Все нормально Все, давай Дерезай и спеши Да, всего доброго Счастливо Дерезай и спеши Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова